А накануне сочинская делегация побывала в Белоруссии. Гостей из южной российской столицы встречали в Минске. В столице республики крупные сочинские отели, гостиницы и санатории рассказали о себе в рамках презентации. Мы сегодня презентуем новый Сочи. Новый Сочи с новыми возможностями. И действительно таких возможностей очень много. Как вы знаете, мы имеем сегодня уникальную инфраструктуру, мы имеем великолепное чистое море, мы имеем новые горноклиматические курорты, мы презентуем новый Сочи, приглашаем в Сочи, говорим о наших возможностях, о нашей красоте, о наших лечебных возможностях и говорим о наших приемлемых ценах. После Анатолий Пахомов провел пресс-конференцию для местных СМИ. Глава города рассказал о новых возможностях южной столицы. В частности о том, что Сочи теперь курорт круглогодичный, развит отдых и зимний в горах, и летний на пляже. Новая инфраструктура, отели позволяют отдыхать здесь туристам с разным уровнем достатка. Добавлю, что это не последняя выездная презентация курорта. Сочинская делегация намерена побывать в 14 российских городах-миллионниках, а также в Баку и Пекине. Кстати, китайцы очень заинтересованы отдыхом в Сочи. Благодаря таким поездкам о возможностях южной столицы еще больше узнают не только в России, но и за рубежом.